Ну, прежде всего, я должен сказать, что главным итогом встречи было то, что Запад фактически предоставил Армении гарантии экономической безопасности. Это для Армении очень актуально, потому что проазербайджанские круги в России сейчас активно лоббируют идею об установлении экономической блокады Армении, чтобы наказать ее за развитие сотрудничества с Западом. При этом российская власть как будто не понимает, что поворот Армении на Запад был результатом ее собственных ошибок и, в частности, отказом признавать территориальную целостность Армении, своего союзника. Это вообще абсурдно в мировой практике, что ты находишься в военном союзе с государством, но не признаешь его территориальную целостность и ненамерно выполнять обязательства по защите этой страны. Естественно, Армения недовольна и она развивает отношения сейчас с Западом, ищет другие возможности обеспечения собственной безопасности. Но вместо того, чтобы пересмотреть свою ошибочную политику и вернуться к выполнению союзнических обязательств в отношении Армении, вот есть определенная группа лиц в российской власти, подверженных влиянию азербайджанского лобби, которые, наоборот, хотят еще более ужесточить давление на Армению и ввести против нее экономическую блокаду. Ну вот, а Запад дает понять, что никакая-то блокада не сработает, он ее поддержит. В частности, об этом говорит не этот смешной, по сути, пакет помощи в 300 миллионов долларов. Сейчас это такая мелочь по сравнению с тем, что там Украине на месяц выделяют 200-250 миллионов долларов, а тут на несколько лет 300 миллионов – это, в общем, довольно смешная цифра. Но главное для Армении – это вот идея диверсификации экономических связей, об инвестициях в Армении. И для Армении это очень важно. Если это не останется, конечно, пустыми словами, как часто Запад делает, для красного словца что-то обещает, потом на практике ничего не делает. Вот, если это будет выполнено, это может позволить Армению уже не быть привязанными столь сильно к российскому рынку и рынку СНГ. Но второй момент – это гарантии безопасности, которые Запад Армении не предоставил. То есть важнейший элемент, который для Армении, пожалуй, даже важнее, чем экономическая безопасность, хотя экономическая безопасность тоже важна, но военная безопасность он гарантии не предоставил. Хотя надо отметить, что вот в западных заявлениях в этой декларации четко прописано, что они поддерживают Евросоюз и США поддерживают территориальную целостность Армении. То есть вот на фоне того, что Россия и ОДКБ фактически отказались поддерживать территориальную целостность своего союзника, Запад демонстрировал то, что он поддерживает территориальную целостность Армении. Хотя понятно, что Западу, допустим, воевать за территориальную целостность Армении не придется. Но хотя бы обозначить вот так вот свою позицию он может, и он это сделал. И, кстати, я должен сказать, что территориальную целостность Армении поддержали не только западные страны, но такие страны, как Иран, Индия, вот многие другие страны. И это, в общем-то, очень, так сказать, плохой сигнал для России, и особенно для МИДа России, которые вот и проводят эту самую политику, которая фактически привела к разрушению Российско-Армянского оборонного союза, а сейчас фактически выталкивает Армению экономически на Запад. Ну, я просто не знаю, как это назвать. Вот это либо идиотизм, либо вредительство.